Всех украинцев, которые пересекают украинско-польскую границу, сразу же встречают волонтёров. Они спрашивают, есть ли где остановиться и есть ли собственный транспорт. Если транспорта нет под границей, фиксируют в разные города, в бесплатные автобусы, на которых можно добраться практически в любой пункт назначения в стране. Если на территории Польши нет знакомых родственников, кто может принять на проживание, нужно обратиться в пункты помощи беженцам. Такие пункты есть практически в каждом любом городе. Адреса можно найти на правительственных сайтах. Например, в Варшаве такой пункт находится на территории ЖД вокзала Западный. Приехав в этот пункт, нужно зарегистрироваться в специальном журнале, сообщить, что нужен ночлег. И там же есть центры по трудоустройству, сразу можно подыскать работу. Все, кто записался на ночлег, автобусами приходят в специальные центры. Обычно это какой-то стадион или арена, большое помещение. Например, в Варшаве это крытый стадион. Здесь работают волонтеры. Кроме того, что люди могут здесь приночевать, волонтеры помогают найти более постоянное, лучшее жилье, отдельную квартиру, комнату или даже дом. В зависимости от того, сколько членов семьи, в первую очередь, ищут семьи с детьми, мамам с детьми, пенсионерам. Те, кто не может это, которым нужно это сделать самостоятельно. Также волонтеры, которые работают в этом центре, предоставляют информацию в списках школ и садиков, в которые можно записать своего ребенка, чтобы он посещал школу и садиков. Украинцы, которые въехали по внутреннему паспорту и по биометрическому паспорту, имеют право легально находиться на территории Польши в течение 18 месяцев с дня въезда в страну. Мы находимся сейчас в таком органе местного самоуправления, называется «Ужин двоеводский». Он занимается делами легализации иностранцев. И здесь нам подтвердили, сказали, что никакой регистрации проводить не нужно, никаких заявлений писать не нужно. Если вы въехали по этому паспорту или же по внутреннему или по биометрическому, все это считается легальным.